всем привет продолжаем знакомиться с библиотекой sdl и сегодня 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 с таймерами вот это у леззи сразу ну потому ресурсу по которому это делаю вот там сразу захватывает так не понял там сразу захватывает 33 раздела или 4 даже вот то есть там таймеры потом дополнительные таймеры контроль количество fps вот вот здесь как видите сейчас 61 62 fps и подсчет количество fps то есть для этого всего можно использовать тайминге или таймеры вот ну вот сегодня вкратце об этом и поговорим то есть контроль fps да это в том случае когда в синг примеру не доступен либо же вы просто хотите чтобы там не 60 примерно было кадров в секунду а например 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 30 кадров в секунду вот ну мало ли бывает и такое так вот соответственно для этого можно использовать таймеры и контролировать самому fps а вот дальше можно использовать различные таймеры вот в данном случае сейчас я нажал escape игра типа на паузе нажимаю enter игра продолжает типа играть то есть здесь можно так сказать подсчитываю количество пройденного времени в игре и в паузе в игре и в паузе вот вот так что сегодня о таймерах ну и если о таймерах о таймингах то 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 здесь сделано по примеру как улази я сделал вот такой классик таймер и основная функция сама основная для чего мы с помощью которой мы узнаем количество тиков то есть количество тиков приходит в миллисекундах да вот есть такая с длевская функция sdl get ticks она возвращает количество тиков пройденных с момента момента запуска чего не помню давайте откроем справку вот используйте эту функцию для того чтобы получить количество миллисекунд пройденных с того момента когда лэйзи тут точнее sdl библиотека была инициализирована вот а по поводу уроков да это будет тайминг 20 тайминг калкулейтинг фреймрейт и каппинг фреймрейт то есть контролирование кредит количество кадров так вот смотрите это мы получаем количество миллисекунд то есть давайте посмотрим на этот классик таймер да для чего нам надо но он нам надо он мне надо как раз для контроля то здесь есть функция старт стоп пауза и резет ну и соответственно есть еще такие функции из паузы то я смотрю в паузе запущен вот на паузе запущены ли и количество тиков так вот когда я вызываю функцию старт то соответствующие флаги я сбрасываю и я начинаю замерять стартовое количество тиков то есть данном случае там какое-то количество тиков получил дальше когда я запрашиваю сколько же тиков прошло то я смотрю если ты не на паузе то я беру текущее количество тика вот данный момент и отнимаю стартовая соответственно я получаю то количество тиков которое прошло с начала старта нашего таймер а вот и и и и это используется вот в game давайте посмотрим на классе game это я добавил classic game чтобы в нем как раз и эту все рисовать вот здесь я добавил два таймера таймер game и таймер пауза ну и соответственно текстурки текстурка для текста и пауза игра дальше дальше а это тики этот те циферки вот текст непосредственно игра или пауза на русском и вот в конце каждой добавляется ms миллисекунд вот то есть соответственно под каждое слово и под каждую циферку меня есть текстурки дальше дальше когда у нас идет отрисовка игры им то я вызываю функцию draw game если же это пауза то draw пауз вот и в draw game я по-моему ничего не делаю на нет draw game я до рисую слово игра draw пауз я рисую слова пауза то есть то есть я думаю вы поняли вот когда я запускаю игру вот сейчас рисуется игра нажимаю escape игра в состоянии паузы если еще раз нажму escape я выйду вот сюда и все пойдет заново вот 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 ну думаю тут ничего сложного нету так вот так вот так вот отрисовывая то его смотрите процесс да в процессе игры им то есть если эта пауза я узнаю количество тиков игры и как вы видите здесь каждый раз вызывается функция сет текст которая перезагружает нашу текстуру до с новыми значениями то есть это каждый раз происходит перезагрузка вот ну по-другому не сделаешь по-другому не сделаешь если же пауза то беру данные по паузе дальше вот когда я нахожусь в игре на вот keyboard и ван транс я нажимаю escape то я игровой таймер ставлю на паузу а таймер паузы ставлю запускаю дальше когда я нахожусь в режиме паузы и нажимаю enter то игровой таймер я стартую а таймер паузы я паузю так сказать ну вас делаю паузу вот соответственно соответственно ничего сложного здесь нет это первое да мы используем два разных таймера дальше как мы считаем количество fps в аппликейшене на самые это самый верхний уровень до я вот добавил еще один fps таймер вот и теперь вы 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 вот у нас вот у нас идет запуск нашего аппликейшена и вот основной цикл цикл нашей так сказать игры вот это пока не смотрим 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 вот на вот это что здесь происходит здесь я ну я понятное дело загрузил текстурку для текста до fps она даже текста нету здесь просто циферки вот есть текстурка это в крайнем правом верхнем углу вот она вот 62 вот почему-то 62 ну да ладно так вот и каждый раз я устанавливаю текст то есть вот крутится цикл игры сначала устанавливаю количество fps потом handle events процесс дроу и вот в этом цикле вся все крутится дальше есть такая функция fps calc давайте давайте перейдем к ней что в ней есть а да что еще здесь вот когда крутится цикл помимо всего прочего после всей отработки то есть после перехвата там событий после обработки этих всех событий после отрисовки я увеличиваю количество кадров вот m-counted frame что дальше происходит дальше происходит то что я подсчитываю количество fps каким образом я беру количество тиков делю их на тысячу ну потому что такие у меня приходят в колить ну в миллисекундах данном случае здесь я получаю секунды и вот количество кадров делю на количество секунд и в результате я получаю то количество fps которое соответствует действительность ну вот эта проверка была у лэзи как бы он написал это для того чтобы не не ждать слишком долго вот потому что вдруг ну в принципе может такое произойти что первый кадр будет очень длинным первый кадр первый кадр это имеется ввиду когда вот там что-то запустится и какая-то пойдет инициализация то все с подгрузкой библиотек ну это конечно же желательно сделать до основного цикла но все может быть короче он и тут типа заглушку сделал для для первого кадра вот то есть я получаю количество секунд и количество кадров я все время знаю вот и разделяю их на количество секунд дальше дальше с этим я думаю понятно тут как бы ничего сложного нет давайте где-то calculation фреймрейт вот но здесь он все то же самое описывает поэтому я не вижу смысла что-то даже перечитывать перечитывать вот теперь 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 предположим что в синк у нас отключен что такое в синк вы уже знаете ну давайте отключим в синк так где тут sdl engine так 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 а вот я завел специальный флажок и давайте я поставлю а ю фолс а так все правильно правильно у меня сейчас вы синк отключены как раз я сейчас выставил количество кадров секунду 60 ну и она что-то у нас там 61 где-то так ладно давайте давайте я поставлю в трум чтобы сейчас работал в синк вот сейчас работает в синк вот четко 60 кадров 60 кадров она выровнялась и и и и все вроде нормально а сейчас поставим в фолс и и теперь будет мой собственный контроль и давайте поставим 32 30 30 кадров вот и сейчас я буду контролировать руками вот как вы видите вот здесь 30 ну надеюсь видно надеюсь видно надеюсь видно давайте я сделаю следующее из меню текст и этой где текстурки делки-палки это плекающим же плекающим вот текст 255 до вот так давай кого так и 255 во-вот 30 вот 30 кадров видно все четко все нормально так так вот как происходит контроль fps sol но вы смотрите что для этого надо так сейчас основной код делаем делом их делом где он где вот 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 она я смотрю если вы синк недоступен то у меня для этого есть еще один таймер теперь смотрите вот каптами это таймер ну количество кадров то есть если вы синк недоступен я на каждой новой итерации его сбрасываю и стартую дальше проходит какое-то какие-то действия дальше ну опять таки я понимаю что вы синк недоступен я смотрю что я смотрю ну как минимум я пол мне нужна информация сколько кадров в секунду должно быть для этого я вот завел завел вот количество кадров 30 то есть я ограничиваю 30 кадрами и что это за перемены это переменная то есть 1000 делим на 30 то есть мне нужно знать сколько миллисекунд нужно тратить на один кадр чтобы в результате было 30 кадров вот 1000 делю на 30 дальше дальше то есть это статическая константа то есть здесь один раз я получил и дальше она не меняется дальше я смотрю если количество тиков после этого сброса меньше чем количество вот этих миллисекунд которое нужно для одного ну к примеру то есть тут по идее должно получиться 1000 разделить на 30 по идее 33 миллисекунды да так вот предположим что вот это все добро выполнилось за три миллисекунды соответственно остается еще 3 30 миллисекунд что нужно сделать правильно нужно эти недоработанные миллисекунды подождать вот здесь это и происходит я смотрю количество тиков меньше чем количество тиков на эту секунду да ну на этот кадр ну вот к примеру вот здесь будет 30 а 30 меньше чем 33 значит я устанавливаю задержку в тик пар фрейм минус вот это тики соответственно там типа 33 минус 30 соответственно вот здесь устанавливается задержка 30 миллисекунд то есть я думаю вы поняли да если это все действие будет происходить там не за 3 не за 3 миллисекунды а за скажем 15 миллисекунд то вот здесь задержка будет в 18 миллисекунд вот то есть это sdl delay устанавливает задержку в миллисекундах то есть wait a specified number of миллисекунд before returning вот вот таким вот образом контролируется количество кадров в секунду ну вручную вот сейчас 30 кадров вот сейчас я включу в синг и и и и где тут sdl engine так вот true и сейчас будет там 60 миллисекунд во то есть как видите сначала был такой скачок а сейчас все нормально потому что все выровнялось вот ну в принципе думаю все так тут еще просто проверял что чуть-чуть не работало теперь работает вот я тут еще чуть чуть добавил изменение настроек вроде бы работает нет не работает зараза что такое 0 интересно ладно короче с настройки должны сохраняться вот но они почему-то не сохраняются сейчас еще раз запущу так меняя разрешение выхожу дальше 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 что у нас тут сохранилась значить мы сейчас должны прочитать лот на файлик открылся о почему позиция 0 а наверное потому что надо было не app а не app по моему да ладно короче здесь надо чуть-чуть подфиксить я в следующих подфиксу надо раз я уже использовал си плюс плюс 17 для работы с файловой системой вроде бы использовал хотя нет хотя заголовочный файл си плюс плюс 17 ну файловой систему добавил а использовать не использула на это я в следующий раз подправлю да вот потому что значение сохраняются а вот почему то не читаются почему то не читаются скорее всего нужно нужно сделать сик сик же и и и и и елки-палки какие там сики а давайте попробуем на тысячу установить вот так вот позиция ухты блин установилась ел и пала ладно здесь надо чуть-чуть по-другому это пытался узнать размер файла для того чтобы узнать есть он или нету если нету то создавать а если есть не создавать короче это я сделаю по-другому с помощью файловой системы си плюс плюс 17 но это в следующем примере но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока